Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня мы продолжаем расклад из цикла по вашим идеям. И данную идею предложила зрительница А.Л. Вот такие вот инициалы. Вопрос такой, суждено ли разбогатеть? И я знаю, что у нас есть зрители, которые соскучились по черным котикам. Очень просили эту колоду, хотели посмотреть на нее, встретиться с нею снова. И, естественно, сегодня я пригласила котиков участвовать в нашем раскладе. Ну и таро золотой нити тоже будет помогать обязательно. Сигнификатор мы будем выкладывать на таро золотой нити, а для того, чтобы котиков было больше, и на котиков можно было посмотреть. Так вот повеселее и погуще мы будем делать пояснительные именно арканы в виде котиков. Поэтому давайте следующим образом сделаем. Первое, что мы выкладываем, это общие тенденции в целом в жизни. В оставшийся отрезок жизни разбогатеть. У нас будет сегодня пять вариантов. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Сейчас я все это красиво разложу. Пять вариантов. Можете загадывать по порядку выкладки карт. Мною можете загадывать по потокам. То есть какая карта будет открыта первая, какая вторая и так далее. Таким образом тоже можно загадывать. Это тоже весьма интуитивно. Но и я хочу позиции немножечко разнообразить. То есть не просто посмотреть, да или нет, суждено или не суждено разбогатеть. Но я хочу здесь осветить такие вопросы, как на ближайший год, какие будут тенденции, помимо того, что в масштабах жизни. И попросить у карт предостережения и совета. То есть что вам делать, чего вам не делать, для того, чтобы улучшать все-таки ваше финансовое положение. Но опять же, что могу сказать. То есть если вы, допустим, ну я не знаю, человек, который вообще не имеет никаких даже идей для того, чтобы улучшить свое материальное положение, там кроме, допустим, лотереи, которая может случайно там свалиться на голову, может быть, по вашему мнению, какой-то выигрыш, то тогда, наверное, нет смысла участвовать, да, потому что выигрыш в лотерею случается очень-очень редко. И, соответственно, практически 99,9% тогда разбогатеть за счет выигрыша в лотерею не смогут. Поэтому в любом случае нужно здраво понимать, есть ли какие-то тенденции того, что будут дополнительные приходы финансов. И будет ли такая ситуация, что вы сможете действительно как-то либо дополнить, либо расширить свой бизнес, либо что-то начать делать своими руками. И даже если вы на пенсии, то продавать что-то, увеличивая ваш доход. Или там возделывать участок, например. То есть все вот эти нюансы для себя, естественно, учитывайте. Ну и сегодня начнем мы с позиции номер 3. Давайте посмотрим. Ну, во-первых, здесь видно, что есть возможность улучшения финансового положения. И здесь вот даже может быть человек, у которого планов громадью. То есть вот бывают люди, у которых куча каких-то идей, куча каких-то проектов. Есть надежды, есть какие-то планы на то, что будет улучшаться положение финансовое. С чем может быть связано? Ну, здесь, знаете, больше из области дурень думкой богатеет, конечно. Из области того, что что бы мне ни делать, что бы ничего не делать, но при этом жить хорошо. Но, вы знаете, вот есть определенный процент из этих людей, у которых мечты становятся реальностью. То есть то, о чем мечталось или просто грезилось, или как-то взвешивалось без особой надежды сперва, или наоборот со слишком оптимистичными расчетами, вдруг начинают делать, вдруг начинают работать и зарабатывать действительно деньги. Для девушек многих это может быть выпекание кондитерских изделий дополнительное. Да, вот какое-то очень даже может быть здесь и что-то, что делается руками. Есть у вас надежды, возможности заработать, но для этого нужно не просто прожектировать, вот и лежать, и мечтать, и там видеть в облачках лошадок. Нет, здесь надо понять, как вам ваши мечты воплощать в жизнь и начать действовать более приземленно. Кто-то здесь может даже решить пойти по стезе астролога и так далее. Вот это тоже будет актуально. Давайте на ближайший год посмотрим. Но вы знаете, скорее всего на ближайший год у вас тенденция того, что вы будете побаиваться и блуждать внутри себя, внутри своих мыслей, и думать, что вот тому, что вы хотите для того, чтобы получить деньги, нужно учиться. А у вас почему-то то ли страх перед обучением, то ли такая ситуация, когда вы понимаете, что нужно будет менять свою жизнь. Для кого-то это в том числе будет связано с переездом. И вот здесь могут не все позитивно оценивать как свой переезд, так и какие-либо другие моменты, которые будут менять жизнь, и через это может приходить больший достаток. Просто есть действительно большая часть людей, которые боятся этих перемен. Давайте предостережение и совет. Вот смотрите, здесь карты говорят о том, что, кстати, территориально, да, вот смены положения, смены адреса, смены какого-то места, может быть, работы, особо бояться не надо. И здесь карты говорят о том, что вы можете ехать, если вы связывали с машинами, с механизмами, например, свои какие-то дальнейшие планы, то это хорошая идея, вы можете планировать и двигаться туда в данном направлении. Но будьте, вот знаете как, будьте уверены, что придется тяжело и много работать. И надеяться на кого-то третьего, да, может быть, будут единомышленники, с которыми вы будете поднимать бизнес или какие-то идеи воплощать в жизнь. Но надеяться исключительно на третьих лиц для того, чтобы они помогли вам, или для того, чтобы они сделали какую-то большую часть вашей работы, вот здесь абсолютно не стоит. Но, опять же, карты говорят о том, что то, что вы делаете своими руками сейчас прямо, может притормаживать то, чем вы реально могли бы заниматься, и то, что реально могло бы приносить успех. Вот такая странная позиция. И карты еще говорят о том, что открывать официально свой бизнес какой-то или расширять официально, дополнять его, пока смысла на ближайший год нет. А так, скорее всего, может понадобиться помощь для того, чтобы новые идеи воплощать в жизнь. Но у вас есть надежды. Главное, переходить от мыслей к делу. Для тех, кто выбрал позицию номер 4, давайте. Она вторая по порядку открытия. Ну вот здесь, скажем честно, ложится достаточно пессимистическая карта, которая зачастую не говорит об улучшении финансово-материального положения. И карта говорит о том, что более того, у вас, казалось бы, любящий человек или адекватный человек, с которым вы общались, может быть, даже в сфере финансов или от которого зависели ваши финансы на определенной ступени, на определенном отрывке вашей жизни, вот этот человек может поступить некрасиво. Люба уже поступил некрасиво, и вы сейчас будете пожинать плоды. На вас может навалиться некая ответственность, которой вы даже не подозревали, что должны будете вот себя всецело подчинить. И это сложная карта. Давайте на ближайший год тенденции. Придется ждать даже, возможно, больше года, но, по крайней мере, ближайшие полгода-8 месяцев они могут быть абсолютно-абсолютно в режиме ждуна. То есть как бы вы ни старались, что бы вы ни делали, ничего пока что происходить по наращиванию финансового потока не будет. То есть вот здесь не дается по судьбе на этот период времени какого-то резкого, хорошего, позитивного изменения. Но здесь, знаете, карты опять же и говорят о том, что и убытка особого не будет, но и развития очень быстрого тоже не будет. Где-то через 9-12 месяцев у вас может открыться новая возможность, которую вы сперва даже можете не воспринять всерьез, а затем она может принести вам финансово очень-очень хорошие плоды. Давайте посмотрим вам предостережение и совет. Ну вот смотрите, здесь как бы ни было больно по первой карте, по тому аркану, который говорит о том, что близкие люди могли предать или могут предать на этой стезе и могут как-то не очень хорошо повлиять на то, что будет происходить в вашей жизни. Несмотря на это, несмотря на вот такие вот карты, которые ложатся все-таки здесь, карты говорят о том, что ищите для себя близких по духу людей. С ними вам будет легче, с ними у вас будет больше прибыль. Выключайте желание наслаждаться. То есть вот исключительно наслаждение без вложений и без того, чтобы делиться с окружающими. Это не ваш вариант. Здесь вот именно поиск, может быть возврат каких-то людей из прошлого, с которыми вы уже поссорились и может быть даже между которыми были мировые соглашения даже в рамках судебных заседаний. И вот здесь вот эти люди, близкие вам по духу, они могут прийти и может быть опять примирение в знак того, что было в прошлом. Вот как-то на базе взаимного уважения может происходить дальнейшее улучшение. У кого-то начнут дети, если взрослые, зарабатывать. Опять же, может быть вам это изначально не понравится, но через них к вам тоже может идти финансово неплохой поток. Вот такая история. В принципе, казалось бы, тяжелая такая история открылась. Сперва и карта была не совсем оптимистичная, но потом мы увидели, что даже если съели, есть два выхода, как обычно. Для тех, кто выбрал позицию номер 1, давайте посмотрим. Ну, вы знаете, здесь я бы не сказала, что какое-то грандиозное улучшение финансового состояния ложится, но здесь та ситуация, когда вы можете, если вы этого не умели раньше, принимать подарки, просить, где-то может быть кокетничать даже и раскрывать в себе некие хозяйственные черты. Вы поймете, что есть люди, которые в принципе обязаны для вас делать определенные шаги, которые связаны с финансовым потоком, с финансовым вопросом в вашей жизни, с финансовой сферой. И у вас есть развитие. И у вас есть развитие финансового потока за счет развития вашей собственной самооценки. То есть вот здесь карты говорят о том, что вам нужно с логики сойти в сторону такой вот больше эмоциональной части. То есть вы должны быть иногда ласковым котенком, который может и как-то вот обтереться, да, и красиво глазки сощурить, и получить вот что-то, да, именно по той причине, что вот ему хочется дать. Вот настолько милый, настолько хороший, что а как же оставить без этого? Нужно обязательно что-то дать. И это здесь очень ясно выражается. И если у вас вот так умонастроение чуть-чуть поменяется и заточится в эту сторону, то тогда у вас может быть после выхода из старой ситуации, возможно, после какой-то сделки купли-продажи, у вас будет новое видение ситуации, в рамках которых у вас может реально привалить. Если вы не замужем, вы можете выйти замуж. Это будет очень благоприятно. Это может быть за счет заботы мужчины о семье, улучшения финансового положения. Если вы не рассчитываете, допустим, выходить замуж, то здесь просто, знаете, какая ситуация, когда деньги будут приходить, вы знаете, как говорят, есть хороший человек, вот ему везет, вот хорошим людям что-то дается. И вам могут реально давать, не потому что вы какой-то супер-пупер-классный специалист, эти деньги и так далее, а потому что вы хороший человек, и это будет отыгрываться. Давайте посмотрим на ближайший год. У вас прям переживалочки, переживалочки. Вы сейчас можете убиваться о прошлом, вы можете выздоравливать от тех травм эмоциональных, которые вы получили, но у вас это будет быстрее, чем за год, скорее всего месяцев 7-8, и вы встанете на ноги полностью. Чуть-чуть, вы знаете, сможете перекрыть от себя же свои страхи, и по крайней мере, если даже тонкая, но равновесие найти в том, что будет происходить. Солнышко придет позже. Здесь ситуация для тех, кто сразу после выхода смотрит, это где-то к следующему лету, июнь-июль. А для тех, кто смотрит любое другое время, это просто в течение года, под конец, вот года, под конец 12-го месяца приходит озарение просветления. Давайте предостережение и совет. Вот смотрите, чуть-чуть меньше логики. Вот изначально с чего начали, тем продолжили и тем и закончили. Карты говорят о том, что ваша логичность, ваша холодность и ваша требовательность, то есть когда человек видит не мягкого котенка в вашем лице, не ваши эмоции, а когда он видит машину, которая просто выбрасывает цифры, слова, очень холодно, резко, сдержанно, то это будет отталкивать от вас почему-то и деньги в том числе. А карты говорят о том, что если вы будете чуть более приветливы, если вы будете по-хорошему общаться с людьми, то через людей к вам каким-то образом будут приходить финансы. Вот такая интересная позиция. Прямо очень она такая типажная. И здесь не надо сразу думать о том, что вот я не должна быть содержанкой и так далее. Не об этом речь идет. Речь идет об умении принимать, потому что бывают очень гордые женщины, которые говорят, я сама себе заработаю, я что, сама себе не могу. А при этом вы можете очень много. Но иногда не грех и получить подарок, и попросить, учиться просить там, где это не унизит вашего достоинства. И это будет только во благо и вам, и окружающим, которые могут проявиться, как хорошие люди, даря вам что-то, что они могут подарить. Для тех, кто выбрал позицию номер 5, давайте. Четвертое по порядку открытия. Ну, вы знаете, здесь такая ситуация, когда не столько кардинальное какое-то улучшение финансового положения, когда речь идет больше о том, что вы сами с собой будете дружны, то есть вам будет хватать. И я не скажу, что здесь какие-то огромные деньги идут, но вы можете заниматься тем делом, которое вы знаете, в котором вы умеете, да, вот как-то выстроить свою работу. Вы можете доверять себе и доверять обстоятельствам. По крайней мере, здесь ложится неплохая карта, которая говорит не столько о количестве денег, сколько о вашем хорошем переживании этого. И плюс ко всему хорошие люди, которые будут встречаться, и с которыми вы тоже можете улучшать их и свое финансовое положение. На ближайший год. На ближайший год, смотрите, может роль сыграть женщина знака воздуха или воды, Алиса, Алиса или Мелисса, какое-то вот такое имя. И у вас, вот знаете, у вас будет возможность либо потратить для того, чтобы посмотреть окружающий мир, потратить на то, что извне, либо сделать свой дом более уютным. У вас в течение года будет ситуация, когда вы встанете перед выбором. И этот выбор будет, скорее всего, со стороны сердца вами сделать. Хотя будет спор, даже может быть близкий, кто-то будет против того, что вы задумали. Но вас торжествуют удача и успеха, если вам получится договориться с близкими. Вот смотрите, вы изначально будете хотеть одного, потом вы резко поменяете желание, в согласии с третьими лицами, и сделаете, казалось бы, разрушительную вещь, которая, однако, наоборот, сэкономит ваши деньги и поможет в будущем сделать какие-то приобретения, о которых вы давно мечтали. А в конце года прямо ту спинтакли к вам летит что-то хорошее и благоприятное. Я даже ничего по этой позиции больше вытаскивать не буду из колоды, для того, чтобы у вас был вот такой хороший зачин. Давайте, предостережение, совет. Смотрите, здесь карты ложатся такие, которые говорят о том, что вам не стоит вообще, знаете, вот впадать в ситуацию детства и гнаться за каким-то длинным рублем. То есть не стоит ставить цели слишком амбициозные, потому что они вас в конечном итоге будут расстраивать, потому что по сути своей вам и не нужно достижения каких-то слишком грандиозных целей. Здесь вот может сработать такая поговорка, как лучшая враг хорошего. Зато карты говорят о том, что вам, если вы будете честны перед Богом, перед людьми, если вы будете поступать так, как положено, так, как нужно, а не так, как хочется, то это вам принесет гораздо больше пользы, чем какие-то другие вещи. Обучение какое-то может дать вам хорошие результаты, но почему-то оно как будто бы разобьет ваши представления и какие-то ваши именно ментальные принципы того, что было раньше в голове. Все это может очень резко поменяться. Но в целом вы готовы и с собой подружиться, и с окружающими, и у вас хорошие тенденции не только находить деньги, но и находить людей. И этого вам будет хватать. То есть здесь речь идет не о том, что это очень много, это там 138 триллиардов, чего-нибудь, а о том, что вам будет хорошо вот в том положении финансовом, в котором вы будете находиться. Ну и конечно позиция первая, вторая, третья. Компот, кэп очевидность. Смотрите, у вас стабильность и здесь ложится неплохая карта. Единственное, что если вы сейчас прямо вот находитесь в каком-то состоянии нищеты, в состоянии отчаяния финансового, какого-то, то это может затянуться, затянуться на ближайшие полгода. Но для других людей, то есть если прямо отчаянного положения какого-то нет, то карты наоборот говорят о том, что ближайшие 3-6 месяцев у вас будет ровно хорошее положение. То есть если есть хороший заработок, он будет сохраняться. Если есть какие-то накопления, то вы их тоже будете и сохранять, и преумножать. Но главное не попасться на какие-то вот страсти. Когда увидела сумку, хочу, не могу, сумка стоила 8 зарплат, ну извините, так получилось. То есть вот на такие вот не покупаться вещи. А так у вас стабильность и неплохая стабильность с надеждой на прирост в дальнейшем, если вы будете готовы работать. На ближайший год давайте посмотрим. У вас есть какие-то достижения и победы, возможно повышение, если вы работаете в команде, где возможно повышение. У вас повышение может быть не до степени прямо-таки начальника, ну вот может быть заместитель, начальник отдела, какие-то такие вещи, но скачок именно карьерный у вас реально может быть. Ну а обычно карьерный скачок, он же тоже бывает сопряженный с финансовым значением. И здесь карты говорят о том, что вам правда этот скачок по должности может принести больше связей и больше каких-то решений и в ментальном плане вас обогатит, чем финансово. И только после обогащения в ментальном плане у вас прямо вот ту спинтакли идет, шикарная карта идет. То есть в дальнейшем после этого года у вас есть хорошие тенденции развития, движения вперед, но по всей той же дороге, в которой вы находитесь. Накопление, причем накопление даже на то, на что вы не ожидали накопить, и закрытие каких-то финансовых обязательств в вашу пользу. Давайте предостережение, совет вам. не валяйте дурака и не позволяйте себе просто вот знаете лежать, мечтать, а вот что бы я бы сделала бы, вот из этой области не надо. Но карты говорят о том, что насиловать себя, пахать, как три лошади тоже не надо, но нужно делать то, чем вы занимаетесь, с чего начали, к тому и пришли. Мне очень нравится, когда открывается и закрывается расклад одной и той же картой. И здесь такая история, что вы можете заниматься тем же, чем вы уже занимаетесь, так, чтобы это было с удовольствием. То есть, если вы понимаете, что последнее время то ли взгляд замыливается, то ли как-то вот вы не получаете уже такого удовольствия, которое было ранее от этой работы, то вы можете смело переключаться, вот включаться, да, в то, что приносит вам радость и удовольствие. Это вас стабилизирует, и это поведет вас к финансовому благополучию. У вас хорошая позиция, и карты говорят о том, что вы, несмотря на то, что будут какие-то хитрости, будут пытаться вас наколоть, конечно, в данном плане, но у вас с тенденцией на следующий год, вот более года, открываются хорошие перспективы. Король, мужчина знака воды или воздуха рядом появляется, и он как будто бы с вами на одной волне и помогает, то ли воплощать какую-то вашу мечту финансовую в жизнь, но в любом случае что-то будет зависеть от этого человека. Вот такой получился интересный расклад. Сегодня не смогла очень много времени уделить записи расклада, но идея хорошая. Я подумала, почему бы не рассмотреть этот вопрос, тем более, что его можно было рассмотреть четко, по существу, достаточно коротко, но внятно и ясно. Для тех, кто хочет получить индивидуальную консультацию, вы можете писать мне в личку все мои контакты в пункте 3 прикрепленного комментария, то есть о них рассказывается в видео, ссылка на которое дана в пункте 3 прикрепленного комментария и очень подробно с уважением к вам рассказывается, описывается, в какой форме проходит консультация, как вы можете записаться, сколько надо будет ждать расклада, то есть все вот эти моменты там освещаются и очень ясно объясняются. На все адекватные комментарии обязательно я поставлю сердечки защиты, которые будут беречь вас в тот день, когда вы этот комментарий пишите. Всем удачи, до встречи, до свидания.